Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы попали на канал Модные Истории с Натальей Ксенчак. Сегодняшний ролик можно назвать скорее спецвыпуском, несмотря на то, что все разрешилось. Но я бы сказала, что для моей стороны достаточно спокойно, достаточно нейтрально. Буквально на днях я узнала, что мои ролики в количестве 8 штук и огромное количество роликов других фэшн-блогеров просто взяли и наглым образом своровали. В общем, если интересно, давайте все расскажу, как было. Все началось с того, что я решила заглянуть в раздел авторское право в новой версии youtube studio. Вообще, честно сказать, новая версия вообще не нравится, она очень тормозит, там нет многих функций, мне она кажется неудобной, но все-таки вот эта вот вкладка авторское право, она достаточно полезна. Дело в том, что я периодически сотрудничаю с разными интернет-магазинами, с разными каналами, то есть с какими-то проектами, мы создаем совместные ролики, которые, я знаю, что они выкладывают на свои каналы, я выкладываю на свой, и поэтому нет ничего для меня удивительного, что вот в этой вкладке авторское право я увидела повторение почти стопроцентное моих роликов на других каналах. Но среди них был какой-то канал, каскад, то, что это за канал, я не знаю, никто из представителей этого бренда со мной не списывался, поэтому меня, конечно, заинтересовало это, почему это какой-то канал взял и восемь роликов добавил к себе. Ну, бывает такое, что это сидит какая-нибудь девочка маленькая, которой нравятся ролики, она просто их берет, перезаливает к себе, просто чтобы сохранить, не знаю, например, такой функции, как добавить в избранные плейлисты. Но когда я взглянула на канал каскад, то оказалось, что это никакая не маленькая девочка, это интернет-магазин, который, как я поняла, базируется в Москве. Так вот, на этом канале было достаточно большое количество самых разных роликов от блогеров, в том числе и мои. Ну, хорошо, ладно, вы загрузили мои ролики к себе на канал, ну, наверное, вы полностью все сохранили, возможно, вы просто, не знаю, вам нравится мое творчество, и вы решили им поделиться, рассказать. Как, знаете, это бывает, люди делятся в соцсетях, делятся на разных сайтах, наверняка они в описании сделали ссылку на мой канал. Конечно, подписчиков у них было не так много, всего где-то 222, просмотров очень мало, но все-таки, знаете, приятно было бы. Но то, что я обнаружила в итоге, это меня повергло в шок. Во-первых, у них не было никаких ссылок в описании, а было написано следующее. Мы говорим нашим покупателям только правду. Сделай заказ и проверь наши слова на себе. Когда я заглянула в одно из видео своих, я обнаружила, что там поменена заставка, то есть там нет вот моей фирменной заставки на голубом фоне, где написано модную историю с Натальей Ксенчак, нет ни приветствия, нет никакого либо другого упоминания обо мне, как об авторе, вообще кто это сидит разговаривает перед тобой, кроме как вот мои книги на заднем плане. Сейчас вы увидите фрагмент начала роликов на канале интернет-магазина Каскадта. Обратите внимание на ужасные заставки, на отсутствие приветствия, на резкое начало без вступления и на то, что нет упоминания меня как автора видео вообще. Мы с вами узнали, что образ эпичного француза еще несколько в себя подобразов включает. Что же такое мода? Что мы с вами имеем в виду, когда говорим это слово? Я стала просматривать дальше, что у них там за ролики других блогеров. К сожалению, я не смотрю фэшн-блогеров и узнала только Дарью Трофимову, которая какое-то время жила в Нижнем Новгороде, то, что они сделали с ее роликом, мне показалось вообще крайне циничным, потому что там сначала была заставка в духе, мы не копируем обыденность, мы создаем что-то оригинальное. Судя по логике людей, которые добавляли такой контент, они думали, что потенциальные заказчики, покупатели, они должны клюнуть на то, что мы типа сотрудничаем с известными блогерами, а это только там у меня 28 тысяч подписчиков, у остальных там по 600, по 200 тысяч, то есть огромное количество. Я была в крайнем недоумении, меня, честно сказать, прям затрясло от такой наглости, от такой циничной просто лжи своим покупателям. Я, конечно же, поспешила, во-первых, все сохранить, все бринскрины сделать, сохранить парочку своих роликов, и, конечно, я отправила заявку на удаление сразу через YouTube. Понимаете, если бы они хотя бы один-два ролика скопировали, окей, ладно, можно еще адекватно договориться, но не восемь, они украли у меня восемь роликов. Тогда же в воскресенье я решила дозвониться до этих наглых воров, узнать вообще, кому пришла в голову такая гениальная идея, но, к сожалению, так как был выходной, трубку никто не взял. Я потом сама позвонила в понедельник, и первым, кто со мной стал разговаривать, это оператор. Алло, здравствуйте, а подскажите, я вот ваш номер нашла, ну вот этот, на который я звоню, на сайте магазина Каскадо. Да, туда все верно. А подскажите, а с кем я могу поговорить по вопросам YouTube-канала? На электронной почте сможете написать? Нет, мне, к сожалению, нужен, я просто хочу получить комментарии от людей, которые загружали мои ролики в количестве около семи штук. Кроме того, на вашем канале очень много видео других стилистов, блогеров, которые тоже не в курсе. Я им отправила уведомления, вот, и хотелось бы получить ответ, почему такое произошло, кто за это ответственен. Когда мне сказали, что мой номер записали и со мной свяжутся в течение двух дней, конечно, настало томительное ожидание. Честно сказать, я не верила, что со мной вообще свяжутся, тем более, что оказалось, что, видимо, после моих восьми вот этих заявок на удаление контента моего авторского с их канала, оказалось, что их канал попросту удалили из-за многочисленных жалоб на нарушение авторских прав. К моему удивлению, достаточно скоро мне все-таки перезвонил молодой человек, я не знаю, кто он, но, видимо, он каким-то образом вот ответственен за все информационное интернет-пространство, где они размещаются, и вот, что он мне поведал. Смотрите, Наталья, ну, касательно того, что вот эти вот визы у вас брали, да, то есть я был не в курсе контент-менеджеру, кто это все выкладывал, я спросил, ну, больше мы брать никакого видеоматериала у вас не будем. Скажем так, не слежу за этим, да, не слежу за блогерами, не был в курсе. Ну, то есть знаю, что человек у нас ведет, как бы человек делает, чтобы была проекта активность. Ну, вот, ну, то есть мы это не в платех побуждений, да, мы на этом, ну, чтобы вы понимали, не зарабатываем. То есть это просто как информативно, да, для, скажем так, наших клиентов, наших посетителей. Кстати, подписчики мне помогли опознать, так скажем, других блогеров, кто, чьи работы тоже были выложены на этом канале, и, конечно, я отправила им уведомление о том, что ваши ролики воруют. Обратите внимание на этот канал, но, честно сказать, особо никто не откликнулся, но я думаю, что это такие крупные каналы, которых постоянно кто-то цитирует, и они, может быть, уже даже не смотрят на это. Но для меня, например, это принципиально, потому что я реально сутками сижу над своим контентом, и просто так делиться с ним без какой-либо договоренности я не собираюсь. Полностью копировать, там делиться куда-то, пожалуйста, там на свой сайт загружать, пожалуйста, но сохраняете мою авторскую заставку, мое авторское приветствие, и делайте, ну, не знаю, какие-то ссылки на канал, если вы не вот прям с ютуба загружаете, чтобы люди могли перейти и посмотреть, если их заинтересует мой контент. Чтобы выложить ролики, вы должны договориться хотя бы с блогерами, или, например, вот как у Феди на работе, они наняли человека, который снимает ролики, монтирует ролики, загружает на ютуб, то есть он полностью занимается именно ютубом. Но, видимо, вот эта вот большая, достаточно, как я поняла, компания, интернет-магазин, они не хотят нанимать такого человека и занимаются вот таким вот бредом. Я еще понимаю, бывают вот такие случаи, когда случайно оказывается, что ты нарушаешь авторское право. У меня было, например, пару таких случаев, когда на фоне играла какая-то музыка, и оказалось, что ее распознала вот эта вот система. Потом был случай, когда я брала музыку без авторских прав, а потом человек решил все-таки оформить на них авторские права, брала я из фонотеки ютуба, и неожиданно, то есть мне тоже заблокировали монетизацию. Был случай, когда я брала просто малюсенький фрагментик, ролик вот про рестлеров, подписала, что это за видео там, да, кто там, что, и все равно они мне тоже ограничили монетизацию. Вот, все это такие достаточно случайные вещи, фрагментики там очень маленькие, но, блин, не целые ролики по 10-15 минут, но это уже слишком. Друзья, обязательно пишите, что вы думаете по поводу этой ситуации, бывали у вас похожие случаи, потому что, конечно, когда воруют то, что ты создаешь, это всегда очень неприятно. Ну, а если вы хотите поддержать меня, то непременно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Наталья Ксенчак, всем до встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok